Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Меня зовут Аделя Шамилова. Сегодня вы узнаете. В Казани презентовали новую книгу «От души для души». Для чего проводят День первой помощи? Раскрыты интересные подробности из студенчества Льва Толстого. В Казани презентовали новую книгу Ментимера Шаймиева «От души для души». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, представители государственных структур Татарстана и другие. Подробностями мероприятия вас познакомит наш корреспондент. В представительном корпусе Кремля состоялось итоговое заседание форума ЮНЕСКО по междукультурному диалогу. Мероприятие было под кидой государственного советника Ментимера Шаймиева. На заседании важной частью была презентация его книги «От души для души». Вот что меня радует. А работая президентом до этого я не доходил. Столько умных, толковых ученых и людей, я имею в виду и без степеней научных, могло пройти работой же и председателем правительства, и государственным советом, и президентом долгие годы. Вот так сблизиться с этими людьми, которые сейчас здесь представлены, мимо меня могли пройти. Также Ментимер Шаймиев обратил внимание слушателей на рост и развитие Казанского университета. Был такой период. Сейчас университет тоже возрождается именно на научном плане. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, Шатров Катович выбрал, вернул Казанский государственный университет медицину. Это прекрасный пример. Почему? Потому что университетские клиники в мире – одни из лучших. И какие еще они кадры готовят. Мы сейчас встали на этот путь. Я не нарадуюсь, потому что настолько это правильное, мудрое решение. Также на мероприятии выступили представители государственных структур Татарстана, зарубежные участники форума и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Закономерно, что важным показателем уровня развития Казанского университета и повышения его конкурентноспособности мира является позиция университета в международных академических рейтингах, на фоне которых особо хотел бы отметить уверенное продвижение в гуманитарных предметных областях. И это стало возможным в последние годы, в том числе и благодаря участию наших ученых в проектах, которые ведет сегодня фонд «Возрождение». После чего было заключено соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Федеральным агентством по делам СНГ. Алия Шимуратова, Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В здании Казанской ратуши состоялся форум «Казанская модель ЮНЕСКО». Мероприятие открыл ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. В рамках мероприятия гостей ожидают мастер-классы о подготовке к публичным выступлениям, лидерстве и сфере международных отношений. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. 9 сентября в России отметят 190-летие Льва Толстого. Для Казанского университета этот день является особенно важным, потому что именно здесь прошли студенческие годы известного писателя. Почему, будучи студентом, Лев Толстой выбрал именно Казанский университет? Насколько нелегок был путь поступления? И за что был закрыт в университетском карцере? Все это и многое другое вы узнаете прямо сейчас. 9 сентября в России отметят 190-летие классика русской литературы Льва Толстого, учившегося в Казанском университете. Еще будучи студентом, будущий писатель провел в Казани несколько лет, поступив в Казанский университет на разряд восточной словесности. Но вскоре перешел на юридический факультет, где проучился неполных два года. Но, несмотря на свои таланты, путь поступления в университет для Льва Толстого выдался довольно тернистым. С 29 мая по 5 июня 1844 года вместе с воспитанниками 1-й и 2-й Казанской гимназии он сдает вступительные экзамены. Проваливается только на двух. Это история и география. Эти экзамены ему пришлось пересдавать. Он засел за подготовку и занимался этим все лето. Причем, когда он сдавал экзамены, он бродил по Черному озеру и молил Бога, чтобы удачно выдержать испытания. И 3 октября 1844 года он был зачислен студентом Казанского императорского университета. Выбор на Казанский университет Палу Льва Толстого не случайно. После смерти родителей в сентябре юный Толстой с братьями и сестрой переехали в Казань к своей тетке, принявшей опекунство над детьми. Старший брат Льва Толстого, Николай, перевелся из Московского университета в Казанский университет. И два другие брата, Сергей и Дмитрий, в 1843 году тоже поступили в Казанский университет на физико-математический факультет. На сегодняшний день в Казанском университете многое напоминает о его знаменитом студенте. Например, в музее истории КФУ представлены фотографии и сохранившиеся документы, по которым можно отследить ход учебы знаменитого писателя. Не менее интересно даже то, что в Казанском университете сохранился предположительный карцер, в котором когда-то закрыли Льва Толстого. Карцеры – это помещение, куда направляли провинившихся студентов, не соблюдавших общеуниверситетскую дисциплину. Есть сведения, что в январе 1846 года Толстой оказался в карцере за непосещение занятий. Он был там не один, вместе с студентом Назарьевым, который в своих воспоминаниях об этом написал. Находясь в карцере, они читали Лермонтова «Демон» и обсуждали это. Назарьев читал историю Карамзина. В дальнейшем мы все знаем, что вопросы о роли человека в истории, о том, что представляет из себя история, этому даже посвящено несколько глав в «Войне и мире» Толстого. И эти вопросы его интересовали еще будучи студентом. Все вышесказанное – лишь малая часть того, что в Казанском университете напоминает о студенческих годах Льва Толстого. Современный взгляд на феномен знаменитого писателя, неподдельный интерес к спорным сторонам биографии взглядов – все это и многое другое не устарело и в наши дни. И представляет несомненный интерес и на современном этапе развития обширной науки о Льве Толстом – личности, писателе и мыслителе. А убедиться во всем сказанном можно лично на выставке в честь 190-летия Толстого, которая уже работает в Казанском университете. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Последствия любой беды, будь то автомобильная авария на дороге, падение на скользком тротуаре, внезапная потеря сознания или острая боль, зависят в первую очередь от действий людей, которые оказались рядом в эту минуту. Ежегодно, во вторую субботу сентября, весь мир отмечает День первой помощи. Чем интересен данный день, расскажет Диана Шилова. Ежегодно, во вторую субботу сентября, во всем мире отмечают День оказания первой медицинской помощи, учрежденный специально, чтобы привлечь внимание людей к необходимости получения знаний и навыков доврачебной помощи. Мы решили узнать у заместителя главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета о том, насколько же важно успеть помочь человеку в эти минуты. При оказании первой медицинской помощи важно соблюдать правила золотого часа. Действовать надо максимально быстро, не паниковать, не навредить пациенту и при этом использовать все возможные подручные средства. Для окружающих важно в такой ситуации не растеряться, суметь до приезда медицинской бригады помочь своим близким или незнакомому человеку. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюз. Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон провела встречу с первокурсниками. Что послужило поводом для данной встречи, вы узнаете прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ прошли традиционные встречи первокурсников с директором. Елена Мерзон рассказала об этапах развития университета и каким ярким был путь становления учебного заведения. Казанский федеральный университет это единственный из университетов, который сегодня в конкурсном отборе 5.100 и который выделил подготовку учителя как важную, как главную и достаточно серьезно в этом направлении развивается. Перед студентами открыта масса возможностей реализации в Елабужском институте КФУ. Директор посоветовала каждому осознать свое личное участие в развитии вуза, будь то научное, учебное или общественное направление. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех последних событий. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова